добрый день можно ко мне обращаться просто алексей всяких вы у меня немножко изменилось название я хотел это переименовать в ювелирное дело ну и 2 хвостик остается тот же самый как создают украшение если нам нужна какая-то вещь уникальная неповторимая той которая нет нигде то встает вопрос как ее сделать на станке или отдать мастеру на ручное изготовление в общем сейчас мы постараемся на это ответить и понять какой из этих вариантов более предпочтительные какие в них есть отличия в общем подвеска ее сложно найти ту которая нужна потребителю чаще всего есть какие-то индивидуальные предпочтения так вот их так на себя все понял можно реализовать вручную обычными резцами на ювелирном воске все украшения сначала создаются восковые модели ну тут уже работа скульптора у него есть хороший набор инструментов у него должно быть определенное мастерство владения своими руками художественный взгляд и обязательно это восковая модель будет служить формой для будущего ювелирного изделия эти восковые модели называют коротко восковки то есть вот у всех мастеров на языке сленг отлить восковку вырезать восковку или получить восковку как правило они создаются на пару на 2-3 процента больше чем должно получиться ювелирное изделие объясню почему при литье металла он имеет температуру в районе там 700 900 градусов зависимости от того какой это металл и при остывании он дает усадку как правило она всегда в районе 2 3 процентов остается поэтому восковая модель должна учитывать эту усадку и иметь размер чуть больше чем окончательное ювелирное украшение после того как мастер вырежет эту восковку он должен отлить ее чаще всего эти восковые модели очень маленькие и все украшения тоже маленького размера и очень сложно отливать эту штуку одну каждый раз потому что под нее нужно создавать форму и поэтому мастера делают кусты то есть прикрепляют эти восковые модели на столбики из воска прикрепляют к основанию такого дерева их называют кустами для литья здесь не не нужно бояться того что модель будет испорчено этим столбиком он будет отрезаться впоследствии но через этот столбик будет заливаться металл в нашу модель поэтому он не должен быть слишком тонким не должен быть слишком большим такой метод экономит прям массу времени массу сил ну и собственно массу ресурсов затраченных на изготовление форм слайд очень подробно описывается но на английском языке я решил не переводить пусть будет уроком небольшим принцип литья восковая модель находится слева то есть куст из восковых моделей находится слева есть указка если я перебегу там фломастер есть да вот наши изделия они прикреплены к столбу нашего дерева и сверху воронка который служит как раз для заливки туда металла это восковой куст мы окунаем смесь керамическую смесь жидкую с жидким стеклом песком в общем окунаем несколько раз пока не образуется два три четыре крепких слоя из этой керамической смесь когда они затвердевают мы этот куст помещаем в печь печен нагревается примерно до 150 градусов до тех пор пока воск а он плавится при 110 не испарится полностью из этой формы и после испарения воска в этой форме остается полностью объем форма которую мы получили восковой моделью когда форма высушена в ней нет воска в ней нет никакой жидкости в нее можно заливать металл заливается металл либо вакуумным способом либо центробежным когда форма либо откачивается воздух из нее чтобы убрать лишние лишние газы и убрать лишние раковины в металле либо центробежной силой как у нас стиральная машинка раскручивает мы крепим туда дерево ставим чашку с металлом и начинаем раскручивать и горячий металл зарывается туда как бы под давлением но на самом деле под действием центробежных сил ждем пока металла стынет даст усадку затвердеет и разрушаем эту форму молотками и отвертками всем чем угодно форма одноразовая ее использовать повторно нельзя готовую модель теперь она справа нам обязательно нужно обработать потому что после этого песка на поверхности могут оставаться даже частицы этой смеси а чаще всего остаются крапинки большие углубления раковины это очень неэстетично выглядит вот как на этой картинке это серебро никуда не деться от механической обработки здесь показано что детали отрезаются отрезаются они вот такими ручными инструментами вот там сверху на очень хороший набор для обработки таких изделий изображен ручная машинка блог машинка ей не только отрезаются все литейные конструкции ей дорабатывается чистота поверхности шлифуется где-то доводится вручную полируется это полностью ручная работа дальше идет этап как бы предпродажной подготовки везде ли вставляют камни бриллианты сапфиры серебряные изделия могут подвергать чернению и чаще всего золотые покрывается амалию ну с камнями все просто мы на модели предусматриваем такие ножки специально которыми обжимаем уже граненый камень обжали некоторые мастера используют клей для надежности то есть камень может либо вклеен либо просто зажат этими ножками серебро чернят с помощью порошка которые нагревают тоже до температуры почти плавление и он прикипает к поверхности затем это все полируется и поэтому выступающей части нас имеют цвет серебра а все что недоступно для шлифовального круга остается тем же самым черным цветом ну и сама ли тоже все просто обычная кисть обычные художественные действия там мазками не знаю чем угодно можно носить эту маль она затвердевает и в принципе никуда уже оттуда не денется ну и второй способ это когда мы хотим получить наше изделие но уже с применением станка чпу тут мы уже должны нарисовать трехмерную модель она рисуется в любой программе самое главное нам получить поверхность в определенном формате stl этот формат можно получить действительно из любого 3d редактора и в общем выбирается тот который удобен который быстрее позволяет рисовать ну и станок это как правило маленькие такие настольные небольшого размера станки стоят они в районе 200 400 тысяч и у них очень высокая точность для того чтобы обеспечить детализацию всех поверхностей на ювелирных украшениях вот но у них очень маленькая мощность потому что они обрабатывают мягкие материалы сейчас я хотел показать а нет еще не хотел в общем для того чтобы изготовить ювелирные украшения нужны метровмерную модель и нужно иметь станок который управляется числовым программным управлением у станка есть инструмент если человек пользуется ли резцами то режущая частью станка находится здесь шпинделе шпиндель это его рабочий орган он же является двигателем станок закрепляются такие фрезы я взял с собой одну штуку у у ребят у вас там да кинь пожалуйста кидай да не кидай да давай самая ценная для ювелиры это вот такие коробочки которые не позволяют восковым моделям ломаться пока я их несу до мастерской все украшения очень изящные были случаи когда я кладу там в карман или в сумку приношу она она пополам треснута там сломано вот инструмент продается в таких кейсах продается чаще всего в интернет-магазинах он не пользуется большой популярностью нас городе поэтому нет розничной точки я вам сейчас хочу передать его в руки но просьба относиться с большой осторожностью не с той точки зрения что я боюсь за ее сохранность а стоит то что она имеет радиус 1,1 миллиметра это след от шариковые ручки я вот специально под микроскопом сделал снимок фрезой можно у колодца все что угодно сделать поэтому я вот в кейсе в ее передаю можно так сквозь кейс он прозрачный ну кто особо смелый можно посмотреть я в это не особо верил что тут на конце реально идет спираль из двух режущих частей но вот под микроскопом это так и есть такая фреза стоит 1600 рублей ей можно пользоваться недели две месяц как удобно в общем там сейчас фреза пойдет по рукам можно посмотреть будет ну и на сленге она называется шурупом потому что повторяет его форму а сейчас я хочу следом запустить воск кусочек воска из которого я уже обработал несколько изделий ну и собственно говоря одно изделие из воска тоже будет вот чтобы было понятно вот такой кусочек в котором уже было выпилено несколько изделий и вот такой небольшой кругляшок тоже можно посмотреть как это выглядит принципе можно сломать чтобы почувствовать как на самом деле этот воск не такой как мы привыкли понимать он очень твердый он очень тугоплавкий ну собственно говоря что и позволяет делать из него такие высоко детализированные вещи так вот у станка обязательно должно быть приспособление в которое мы зажмем такой прямоугольник кусочек воска воск тоже продается в магазинах мы покупаем через интернет магазин а ну там будет слайд ладно не буду показывать в общем чаще всего фрезеровка ограничивается двумя видами это плоские изделия вроде подвесок медальонов брошей и круглые ну туда все кольца можно отнести ну и я хотел показать вам как выглядит приспособление для плоских изделий и как делаются круглые вещи вроде колец когда мы получили восковую модель то чтобы получить готовые изделия мы повторяем ту же самую технологию с литьем мастер также вручную делает куст делает формовку механическую обработку ну и предпродажную подготовку все то же самое потому что воск один и тот же хотя нет воск не один и тот же так ладно видимо я забыл слайд один воск по цветам отличается я вам передал сейчас зеленый воск он самые тугоплавки из всех восков которые используются для ювелирного дела вы видели что на первом слайде мастер руками режет синий воск синий воск он более мягкий есть еще красный воск это что-то среднее ну и я хотел показать вот такой ролик как создать подвеску с логотипом лектория сейчас там есть файл я пять секунд выскочу чтобы в презентации не мучиться с переключением здесь нет звука я буду комментировать он там его не нужен это наш станок так если я пробегу сейчас ладно здесь вот у него четыре координаты это поворот оси движение стола вперед-назад движение шпинделя влево-фраво и вверх вниз я нарисовал 3d модель но это отдельная тема как рисовать трехмерной модели пт поэтому я не буду ничего говорить сейчас я загружаю эту модель в приложение специально создана для станка и начинаю задавать параметры обработки вот начинают с качества то есть я указываю что это гладкие формы там не должно быть никаких ступеней я задаю размеры заготовки заготовка у нас чаще всего прямоугольная и как правило больше детали там на пару-тройку миллиметров чтобы не ошибиться и не вылезти за пределы заготовки задаю режим резания скорость чистоту вращения этой фрезы но тут тоже целая история люди специально учатся по 4 года в университете чтобы правильно назначать режим резания сейчас рассчитываются траектории этой самой фрезы который будет обрабатываться эта подвеска сейчас я буду делать визуализацию чтобы посмотреть как из нашего прямоугольника получится вот эта подвеска здесь есть некоторые нюансы вроде вот этих перед столбиков сверху снизу слева справа который держит нашу подвеску в куске материала станок не человек поэтому он не может сообразить как ему держать эту деталь приспособление поэтому предусматриваются такие вот перемычки ну это остатки визуализации которые просто отпадывают в после обработки сейчас будет показано как закрепляется восковая заготовка режутся эти прямоугольники обычной пилкой по металлу то есть пилка по металлу она очень тонкая и довольно точно и позволяет нарезать эти заготовки ну примерно с точностью 1 2 миллиметра но этого вполне достаточно кстати сам воск потом можно повторно переплавить вот внизу на столе станка уже есть опилки то есть это стружка нельзя называть опилками эта стружка и он собираем стаканчиками пакетик относим на переплавку и обратно получаем такой же зеленый воск ну сейчас я запускаю обработку идет она три с половиной часа фреза очень маленькая и поэтому она делает шаг одна десятая даже одна сотая миллиметра я поставил на паузу станок чтобы посмотреть а все ли в порядке потому что воски могут быть инородные включения могут быть пузыри воздуха и это ну лучше вовремя остановить чем потом получить изделие с какой-то раковиной или с каким-то пустым участком а вот спустя три часа изделие готово и я обычной кисточкой буду сметать лишнюю стружку потом подвеска выламывается из куска либо режется какими-то канцелярскими ножами в общем тут тонкая работа так восковая модель да ну и это подвеска выполнены в черновой обработке то есть здесь не надо пугаться этой поверхности чтобы не потратить слишком много ресурсов мастера сделали эту отливку без финишной обработки без полировки но это можно делать в домашних условиях так и итог а кстати где фреза а вот фреза ну и собственно говоря тасса сама подвеска пока я говорю тоже хочу чтобы вы ее посмотрели это серебро в общем здесь надо обязательно понять что и там и там нужны определенные навыки но в в ручном деле этими навыками овладеть в разы сложнее чем овладеть машиной поэтому я написал что там нужен талант там нужно какое-то художественное воспитание у человека а здесь просто нужны навыки то здесь достаточно отучиться четыре года в университете и овладеть навыками трехмерного моделирования операторства такого настольного станка с чипу и можно делать эти самые ювелирные украшения ну восковые модели ну и что касается стоимости с одной стороны кажется что на ручную резку не надо потратить не ни единого рубля вроде взял ножи взял резцы взял воски и сиди вы руками это вырезай а станок нужно покупать и вы помните что он стоит 200 400 тысяч рублей но с другой стороны когда вы купите станок то вам уже не нужно будет закладывать стоимость изделия ту же заработную плату мастера а хороший мастер ценится очень долго поэтому я считаю что эти методы равносильны по стоимости и отличаются только подходом к освоению то есть тут уже каждый может решить будет ли он биться над тем чтобы получить какой-то талант либо просто изучить теорию и научиться работать с техникой на этом все я сказал все что хотел спасибо